Что сказать? Сказать о том, что расстройство есть, расстройство есть, uler не выиграли. Приятно побеждать сťдесят выходные, proятно забивать достаточно, но эта часть игры , это часть процесса. Я думаю, что мы всё должны это понимать,, то что футбол состоит за побед Espero 2這麼ф Иль Bundeshe состоит с ничьи切ями ever Should of Japan 1 состоит из того, что ты забиваешь и футбол состоит из того, что ты не забиваешь. Соперник сегодня был мотивирован тем, что he Неудачный у них второй круг, и, конечно, им хотелось сыграть более успешно, более удачно. Я понимаю, что им хотелось и победить, и, в общем-то, они ничего и так же будут довольны. Но в тот же самый момент, моментов создали, вопрос реализации, вопрос голов, вопрос реализации моментов было достаточно. Ну и вопрос ошибок, достаточно ошибок совершили, достаточно, это 2-3 ошибки совершили, когда, в общем-то, усложняли все жизни, героически потом вручали. Вручал Иваненко, вручали друг другу футболисту уже плевые, но это, конечно, хотелось бы избежать. Спасибо, вопрос, пожалуйста. Ну, матч такой вот, все 96 минут, это на валидоле, если так вот скажем, столько моментов. Ну, все-таки, вот со стороны, чтобы сказать, лоповато, черневомник расстранжили моменты, халявые моменты. Расстранжили? Созданные. Ну, расстранжили, я же бы это говорю, да. Ну, в чем причина? Перегорение, желание, вот. Ну, в чем причина? Не реализовали технический элемент, ну, удар, поворотом не реализовали. Где-то придержали, где-то еще что-то. Ну, сложно сказать, что одним каким-то таким емким словом можно сказать, что из-за этого так произошло. Создавали моменты, опять же, это часть футбола, часть игры, и у кого-то, может, самоуверенность, а может, у кого-то, никакой самоуверенности. Вопрос, опять же, дифференцировать усилия, удар по мячу. Ну, меня нет ответа на этот вопрос. Моменты создаются, но вопрос реализации, ну, да, хотел бы, чтобы реализовывал. Спасибо. Иван Сергеевич. А, еще, если можно, да, Иванова, почему не... Драма. А? Драма в прошлой матче. Иван Сергеевич, вопрос первый. Чем была обставлена первая замена? Первая замена, то, что нам надо было акцентированная игра между ленями, нам было акцентирован на диагональный выход. И это хотелось бы, чтобы Бородин это делал. А в большей степени Бородин все-таки висел под продольной. И вопрос, опять же, немножко, скажем так, в первом тайме больше акцента было игрой-недодачей, и мало было предложений за спину. И, конечно, нам надо было определенный, скажем, импульс сдать, и определенные структуры завязать, которые сама игра предлагала, и которые, ну, которые, к сожалению, сегодня не могут это сделать на определенном этапе. Ну, по той простой причине, что парень адаптируется. А что с Некрасовым? Трама. То есть... Да, единоборство наступил в футболистан, ну, его подвернул ногу, и, вероятно, проведение связок. И, третий вопрос, все-таки, если попробовать, скажем так, в общем, Гомель не дожал Динамо, или все-таки ушел от поражения? Ушел от поражения. Ну, может быть, надо все-таки быть справедливым, потому что, да, действительно, были у Греста моменты, когда мы не могли забивать, и ребята героически на ленточке сыграли. Ну, я думаю, зрителям это нравится, это здорово. Вот, истерика, крик, радость, то, что ворота вручили. Но одновременно и надо говорить, что по моменту у нас, я думаю, их больше было, и значительно больше. Сказать, кто откуда куда ушел, ну, сложно не сказать. То есть, как сложилось, так сложилось. Ничего, значит, не еще. Еще вопросы? Да, Иван Сергеевич, у меня больше, наверное, околофутбольный такой вопрос. Не связана ли сегодняшняя нереализация моментов с всякого рода слухами, которые распространяют известные белорусские журналисты? Уже не первый раз. Соловей в Батте, Соловей в Франзоре. Да, меня на свое... Это не отвлекает ребят вообще? Ну, тут я к чему спрашиваю, потому что уже и капитан не выдержал, да, в соцсетях отреагировал именно на это. Мы должны... Все, да? Да, извините. Мы должны понимать. СМИ – это часть процесса нашего, часть процесса. СМИ делает нас веселее, СМИ нам помогает и показывает то, что мы делаем. Надо понимать, что если мы находимся в этой сфере, в этой среде, в этой профессии, мы должны спокойно принимать домыслы, слухи, фантазии и так далее, и так далее, и так далее. Либо, опять же, свершившиеся определенные факты. И это часть процесса. Если кто-то не может совладать со своими эмоциями, со своими стрессами и так далее, и так далее, этому человеку не место здесь в футболе. Мы должны им сказать большое спасибо, потому что они говорят о нас, говорят о нас хорошо, говорят о нас плохо, но они, тем не менее, все равно о нас говорят. И, скажем так, да, с тем же Сулском сыграли интересно, сыграли, попробовали новую определенную структуру игры. И, к сожалению, эту ситуацию никто не обратил внимания. Но спасибо за то, что обратили внимание на то, что Гомель выиграл то, что Славик красивые голы забил, и это афишировалось, это говорилось. Игра не ушла в контекст прошлого, не ушла, скажем так, не ушла в прошлое, и на нее должное внимание обратили. И почему мы должны быть недовольны тем, что говорят о том, что Славик Батыш-Шахтёв? Ну, здорово, я рад, что говорят так. Пускай говорят о наших футболистов, пускай говорят о Юдинкове, пускай говорят о Бомзе и так далее, и так далее, и так далее. Мы должны это принимать. Не можем принимать, ну, значит, нам надо, наверное, менять профессию, идти водителем троллейбусного, водителем в троллейбусный парк каком-нибудь работать, или автобусный парк, может быть так. Вот. Все.